Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают А грозит это вам Отмены отпусков Двенадцатичасовым рабочим днем Более того В райотделах людей не хватает Приказано откомандировать наших На две недели А чем занимается, Анатолий Павлович? Проверкой паспортного режима Рынков, подвалов, чердаков В общем Будете террористов выявлять А убийство кто будет раскрывать? Вот вы и будете раскрывать. Свободное от рейдов время. Свободное от рейдов время. Понятно. Что понятно? Все понятно. Нет, Плахов, ты сильно поумнел, это плохо. Ну, все. Поэтому готовьтесь все, кроме любимого. А я? А у тебя с завтрашнего дня слушанник глухарей в горпрокуратуре. Так что иди, пиши бумаги. Анатолий Павлович, я что? Что, я Лев Толстой, что ли? Не-не, я вместе с мужиками лучше прогуляюсь. А кто за тебя писать будет, я что ли? Во всем должен быть порядок. Берегин, вопросы есть? Что? Нет. Тогда все. Свободное. Женщина, вы берете? Беру. Подойдите. Галя, у тебя полки нет найдется? Да наберу я вам сдачи. Мама. Хотела там... Умар, тебе гости. А что ты хотела? Барни какой-нибудь. Болитесь там. Ну, вы талантки любите. Здесь из тур, здесь. Здравствуй, Артур. Хорошо доехали? Я вас через две недели ждал. Здравствуй, муслим. Что-нибудь случилось? Пойдем ко мне. Так что случилось? Есть дело, Умар, надо помочь. Мы кое-что привезли с собой. Сохрани у себя дня три. В субботу заберем. Наркотики? Нет, мыло. Хотим бизнес делать. Там немного, коробок пять. Найдешь место? Мыло? На мыле много не заработаешь. Это наши проблемы. Артур, я вам никогда не отказывал, ты знаешь. Но с мылом я не связываюсь. Что-нибудь другое, пожалуйста. Помнишь, как у нас говорят? Свою плешь каждый чешет сам. Что-то ты раньше так не говорил. У нас еще другая поговорка есть. Ожиревший осел с обрыва упал. Ты тут хорошо устроился, глядим. Да и родню совсем забыл. Отец твой жалуется. Не надо со своими ссориться. Три дня? Хорошо. Только не здесь. Менты постоянно рынок трясут. Скажи, где? У меня дома полежит. Часов в девять завозите. Ну вот, молодец. Так бы сразу. Дима, это что ж за вонь такая, а? Подвалы. Что ты хотел? Осталось два адреса. Вот. Вот. Что? Можно чистить? А что? Я знаю. Что? Это что? Я знаю. Я знаю. Я знаю. Я знаю. Я знаю. Я знаю. Пошли. Бог в помощь. Чего грузим? Командир, может, договоримся, а? Не, ребят, не договоримся. Где мы проверь их? Руки. Руки, сука, руки! Я сказал, руки поднял! Руки, сука, руки! Я сказал, руки поднял! Сейчас, Дима. Дима, сейчас. Сейчас. Сейчас, сейчас. Сейчас. Умар Динаев, шестидесятого года рождения, уроженец города Грозного. Прописан здесь. Ну и чем же ты занимался? Бизнес у меня, одежда я торгую. А это зачем? Рыбу глушить? Не знаю, не заглядывал. И кто ножом бил, не помнишь? Не знаю. Ничего, вспомнишь. И моли Аллаха, чтоб участковый выжил. Взрывчатка-то откуда? Земляки привезли, попросили подержать. Фамилии земляков, адреса. Я не спрашивал. Ну, выходит, подставили тебя земляки? А если у них еще есть, они рвануты в горы, а тебя крайним сделают. Давай, колись, колись. Я-то при чем? А при том. Да, Палыч, бесполезно с ним разговаривать, надо к нам везти. Статья за хранение взрывчатки у тебя уже есть. Остальное приложится. Я все равно уйду. Конечно, дорогой. Лет через семь-восемь. Ну вот, коллеги из ФСБ. Здрасте. Здравствуйте. Клиента забираем. Так, что-то я не понял. С какого перепугу? У нас покушение на убийство. Вот, заодно и убийство ваше раскроем. Вставай. Террористы — это наши клиенты. Я выйду и найду тебя. На кладбище ты отсюда выйдешь. Голову храни. Восемь-четыре. А пошел. Гляньте, что прокуратура с людьми не делает. Все? Не могу больше. Восемь-пять. Достали меня по двадцать раз. Я двое тоже переписываю. Переделываю. Девять шесть. И регистрирую. Девять семь. Жора, ты что, с ума сошел? Это жоптика. Девять восемь. Здрасте. Пардон, Анатолий Павлович. Здрасте, Анатолий Павлович. Пол подмести. Ведро снять. Сделаем. Где Плахов? А он в больницу к участковому поехал. Сейчас придет. Значит так, мужики, тут такое дело. Из главка пришла разнарядка. От нашего отдела три человека в оперативную бригаду. Анатолий Павлович. Да погоди ты, Вася. В оперативную бригаду. В Чечню. Выезд через две недели. Вместе со сводным отрядом. Анатолий Павлович, это в приказном порядке? В добровольном. Ага. Ну, вы спокойно, прикиньте. Тройной оклад. Боевые. Да, выслуга день за три. Ну, если отличитесь, орден или медаль. Посмертно. Жора, типун тебе. Анатолий Павлович, а на сколько ехать? На три месяца. Ну и чем там заниматься? Опера по профилю. Угу. Хотя там сейчас один профиль. Подумайте. И Игорю передайте. Да, Жора. Что с делами? Пишутся, Павлович. Пишутся. Заканчивай. А где мой… Три месяца по тридцать дней равно девяносто дней, плюс четыре пятьдесят, четырех семьсот и сто пятьдесят. Пятнадцать тысяч, умножить на… По курсу Татарабанка и катаго четыре восемьсот. Значит, боевые восемьсот умножаем на три, равно две четырехсот плюс сто пятьдесят. А я поеду. Мужики, не, я серьезно. Я поеду, я иначе свихнусь с этим всем. Макс, ты как? Использованы отпускные, теперь всё это соединение, плюс этого, это, это плюс командировочный выходной, равно… Еще раз. Боевые семьсот на три, равно две четырехсот плюс сто пятьдесят на девяносто… Я свое отвоевал. По второму разу тринадцать тысяч… А потом, Павлович прав. Здесь тоже работы хватает. Не использованы отпускные, теперь всё это соединение, плюс это, это, это… Прикажут. Поеду. Боевые, пайковые, плюс суточные, использованные комендировочные и так… Вась, а ты? На старый Жигуль уже хватает И семью можно приодеть Вась, ты что, серьезно собрался? А где мне еще такие деньги заработать? Может, квартирный вопрос решу? А то Ленка все плешь уже проела Кстати, Семен сказал, что кто был в Чечне, тот еще льготы имеет Это вряд ли, Вась Если только на бумаге Все, я еду И Игорь с нами Наверное Разрешите, товарищ генерал Заходи Как твой радикулит? Тьфу-тьфу, слава богу Ну и отлично, поедешь в командировку Опять по обмену опытом? Да, в Чечню, со сводным отрядом Так у меня же подготовка к коллеге По итогам года Министры же проезжают, товарищ генерал Ничего, в следующий раз на министр посмотришь Надолго, товарищ генерал? До Гудермеса и обратно В отряде сто человек, ты старший Ну если туда и обратно Когда выезжать? В следующий понедельник Да, вот что Ты знаешь, как у нас с финансами? Поговори со спонсорами Может подкинуть сухие пайки, консервы Прикинем Решите идти Ступай Ты что, Игорек? Тебе это надо? Или у тебя детство в одном месте заиграло Или ты думаешь, что вот эту вот улицу Твоим именем назовут? Так это вряд ли? Борь, ну все едут Жора, Вася, все А этот ваш, военно-морской Мужики, извините, закурить и найдется Чего? Закурить Да иди ты Ну Макс Ну Нет, Макс не едет Правильно, мудрый человек Да нет, у него жена в больнице, там что-то онкологическое Я поражаюсь на тебя, Игорь Все едут Да пускайся, едут Слушай сюда У меня приятель в первом меде завкафедры Он тебе любую справку нарисует Подумай Я подумаю Вот и подумай Пока есть чем Пока тебе осколок Или чеченская пуля в башню не заехали Ну давай, пока не заехала Привет 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 ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вась, дай Витючка. Нету. Вась, последний раз дай. Она сказал, нету. С возвратом. Спасибо. Ширинку застегни. Застёгнуто. Вась, ты Михеева знал? Кого? Михеева. А, Жору его знал. Говорят, отличный мужик был. Вы когда уезжаете? Куда? В Чечню. В понедельник. Угу. Игорек. Ты что, тоже собрался? А? Б. Молодец, джигит. Молодец, джигит. Тереба. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Жируешь здесь, а наши ребята на Кавказе кровь проливают Что это? Фаренгей Для того, чтобы ты здесь спокойно прокладками спекулировал По кабакам до ресторанам с девками бегал У тебя же есть гражданская совесть Ты же патриот? Да Тогда в понедельник 20 Нет, 30 литров спирта И 10 коробок сухого пайка 9 часам Да-да Иначе в 10 тебе будет налоговая полиция Уразумел? Я понял, но... Все Сделаем, обязательно Сгорит! Давай, ребята, свели копытами! Здравия желаю! Здравия желаю! Родные мои Детей убери! Отойдите! А где менты? Стоп! Стоп! Отвали! Друзим! Держи! Шор, шапку! Стой! Все взяли! Ничего не забыли! Канистра! Все, Макс! Давай, Вася! Алё! Алё! Все, окажется, Макс! Пока! Счастливо! Федор Ильич! Федор Гарёв! Счастливо! Все, мужики! Садимся! Давай, Тевогон! Вась, залезай! Васька! Что? Возьми! Что это? Она счастливая! Ну, все! Пока! Внимание всему личному составу! Во время командировки, включая движение поезда, объявляется сухой закон! Во время остановок из вагона никому не выходить! Караул два человека с оружием! В тот и другой тамбур! Все! Сергей Аркадьевич, а автоматы нам в Чечне выдадуты? Операм автоматы не положены! Ваши действия организуются в соответствии с соответствующими приказами! Старшей группы проверить личный состав и доложить! Комплект, товарищ подполковник! Что это такое? Убрать! Товарищ подполковник, может, к нам в купе? Быпьем, так сказать, за фортуну! Что-то у тебя нос красный, как огурец! Ты не алкоголик? Пойдёшь, караул! Пойдёшь, караул! Что такое здесь? Убрать всё лишнее! Так, сейчас посмотрим, чем меня снарядили! Подальше от Васи! Опа! Сучил всё-таки! Это что такое? Тестя! С войны остался! Говори, счастливая! Так, переживём это! А это тебе тёща сучила? Нет, в библиотеки взял! Не в Синявино же едем! Дай посмотреть! Дороги почитаем! Ну, конечно! А деньги? Коран! Хаджимура! Деньги, тёща, куда? Трусы зашила, да? Трусы! Прятало! Уйди! Прятало денежно! Ты-то долбал уже своими шутками! Зачем трусы-то? Не в Америку же едем? Собрались! Фу! За вас, за нас и за спецназ! И за спецназ! Ты что, очумел? Пугало Горохово! Да тебе только огороды сторожить! Да за такие вещи из органов! Всем пойдём! Товарищ подполковник! Сергей Аркадьевич, что случилось? Баспочин опали? Хуже! Этот Олух патрон от табельного оружия потерял! Приедешь в Питер, ну, приедешь сразу! Как же тебя угораздило! Да я ствол перезаряжал, а он выскочил, а в тамбуре темно! Ну, ты хоть искал там? Искал! Он, наверное, в щель закатился! Я думал, что... Думал! Ты не для того вагон уносишь, чтобы думать! Сергей Аркадьевич, ну что из-за такой мелочи шум поднимать? В Чечне он на каждом углу этими патронами торгует, как огурцами! По пятаку за пару! Ты хоть сам-то понял, что ты сказал? Государство не бездойное, а корова! Бездонное! Что? Бездонное! Да! Сергей Аркадьевич, давайте посмотрим еще раз в тамбуре! Игорь! Разрешите в тамбуре посмотреть? Пойдемте, посмотрим! Сергей Аркадьевич, ну как, нашли? Ах, безболезно! Наберут детей в милицию? Раздолбай их! Вот! Что бы вы без меня делали? А как он здесь очутился? Ну, знаешь, как по земле семена разносят? Наверное, ветром надуло! На, Розява, повезло тебе! Ну, доложить я обязанно! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сухим байком аккуратнее. Спонсорская помощь. С кровью пришлось добывать. Хоть бы кто спасибо сказал. Спасибо, Сергей Аркадьевич. Кстати, а что здесь? Макароны, крупы, тушенка. Я не смотрел. В канистре спирт. Сергей Аркадьевич, за спирт особая благодарность. Это для медицинских надобностей. В крайнем случае для психологической разгрузки. Да смотрите, не увлекайтесь. Здесь по этому поводу многие гибнут. Ясное дело, исключительно будем царапины смазывать. Так. Топайте в штаб. Здесь говорят недалеко. Там вас состыкует на постоянной основе. А вы? А мы дальше. Гудер мейс. На блокпосты. А вы что, тоже на блокпосты? Да я бы с удовольствием. Хронический радикулит. Врачи не позволяют. О, Сергей Аркадьевич, есть способ. Вы примите спиртовую ванну, и все пройдет. А вот вас, Рогов, я индивидуально предупреждаю. Ну, с Богом. О, Сергей Аркадьевич, есть способ. Так. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Разрешите? 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 Все, все. Салам алейкум, мужики. Здрасьте. 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 Спирт бери. Ну. Ух ты. Вот. Это... Вась, дай мне это возьму. Вперед! Да, 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 да. Друзья, я сейчас с дома осмотал. Ну, все, написала наконец. Пишу, подпись есть. Поберегись. Да, не толкай-то сзади, но. Здравствуйте. Здравствуйте. Из Питера, говорите? Из Бойного отдела. Плахов, Рогов, Любимов. Лахов, Робов, Любимов. Что-то нет у вас в списке. Ну и что? Как нет? Бывает. Сколько народ приезжает, раз за всеми уследишь. Россия? Ну ясно не Америка. И что нам делать? Не знаю, домой езжайте. Ты что, совсем охренел? А мне что с вами делать? Как я вас на довольствие без списков поставлю, а? Списки из МВД поступают. Связывайтесь со своим начальством. Ну так свяжитесь. Чье барахло? Сергей Михайлович, опера из Питера приехали, а в списках их нет. Вот предлагают домой возвращаться. Ты вчерашнюю почту смотрел? Нет еще. Ну так посмотри, оторви задницу. Из какого отдела? Из убойного. Отлично. Мы в молодежные кого-нибудь отправляли? Нет еще. Вот и хорошо. Там как раз во временном отделе три вакансии. Вообще-то одному ездить нельзя. Опасно. Вот я на тачку чеченские номера и прицепил. Для маскировки. Ты давно здесь? Третий месяц. Скоро дембель. Тебя чего? Зацепило? А? Вот это. А, нет. Лошадь цапнула. Лошадь? Да. Какая лошадь? Да чеченская. Я ее покормить хотел. Она как цапнет, зараза. Нет, вроде мирное животное. А? А зубы как у акулы. Слушай, ты мне скажи. Ну вообще-то тут как? Да по-разному. Бывает спокойно, бывает пошаливают. Чехи сейчас особо наороженные лезут. Все больше из путешка. То отдел обстреляет, то дорогу заминирует. Днем тело ибится, а ночью через автомат. Да еще султан со своим табором беспредельничает. Кто такой? Никак поймать не можем. Султан-то? Да басмач местный. Полевой командир. Родом из молодежного. У него банда человек двести. Вот. Пока зеленки нет, так они в горных деревнях. Или в Грузии отсиживаются. И главное, что все зачистки пустые. В аул заходим, а там одни растяжки. Будто знают, а? Тут ему каждая собака стучит. Вот последний раз мужики-то и подорвались. Какие мужики? А вам что не сказали? Нет. Опираясь в Перми. Вы же вместо них едете. Леха в амбар заглянул, ну на лягуха наступил. Жаль мужиков. Классные ребята. Что такое лягуха? Лягуха? Да. Ну вы даете. Мина такая противопехотная. На нее наступаешь. Опа. Она на полметра прыгает и рвет. Вот. А чехи, суки, их еще маскируют. То какой-нибудь там лопатник рядом подкинут. Или... Да вот вещица вроде фотика. Да. Так что вы тут... Тут рот не разевайте. Ну что, поехали? Да. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну что, поехали? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Чего ты так гонишь? Тачку угробишь? Дороги здесь самое опасное место. Обстрелять могут. А тачка что? Тачка привыкла. Далеко еще? Та-ка. За час доберемся. ТА-ка. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ты что, гранат кинул что ли? Быстрее! Обстрелять могут! Быстрее! Быстрее! Все! Завязываюсь с алкоголем навсегда! ЗВОНОК ТЕЛЕФОНА Здрасьте! Документы? Здрасьте! День добрый! Командировочное удостоверение и пропуска на въезд в особый район. Старший вы? А пропуска кто выписывал? Кандауров? Давай разгружай. Командир, я его три часа грузил. Там нету ничего. Откуда? Я знаю. Я что тебе? Рентген, что ли? Может, у тебя там ракетная установка? Разгружай, говорю. Командир, нет там никаких ракет. Честно говорю. Может, без разгрузки проверишь? Ладно. Проверим. Ну-ка, отойди. Чисто. Проезжай. Горючее ребятам отнесёшь. Спасибо, командир. Привет, Витёк. Здорово, Колян. Отбирай из Питера. Пополнение везу. Редактор субтитров А.Кулакова Витёк. Пополнение везу. Думаю, у него тягусь. Витёк. А-а-а. Витёк. 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 Эй! Чё встали? Пойдём! Привет, Маша! Что сегодня на обед? Суп из макарон на второе перловка с тушёнкой. Не густо! Ты б соляночку сделала! Шашлычок сварганила! Из тушёнки? Вон у Рамзана в кафе шашлычок. Ну, это я знаю. А ты попробуй, Маш! Есть такое слово – надо! Здрасте, Аби! Здрасте. Вот надоела тушёнка твоя. Коль, а идти-то куда? На второй этаж, а там направо. Данилыч, наверное, на месте. Слушай, а у вас что тут? Даже кафе есть? Конечно, здесь же не Северный полюс. Вон вагончик мимо приезжали. Работает от рассвета до заката. Ну, в смысле, до комбинатского часа. Рамзан держит. Из местной. Ага. Шашлык у него ничего. А вот это кто? А, это тоже местный. Муж с женой. Подрабатывает у нас. Ага. Хорошие люди, четверо детей. Коля, а вещи куда нам кинуть? Во-первых, в квартале живут. Это внизу. Дежурная покажет. Ага. Вот ваши апартаменты располагайтесь. Вон на те койки. Паша, ты чего валяешься? Приболевший. Макаронами траванулся. Макаронами не отравишься. Опять, небось, водку на базаре покупал. Ребята новые из Питера. Объясним, что к чему. Какая водка? У нас сухой закон. Эта Машка что-то для ароматов в макароны добавила. От меня и носит. Скоро на всех. Как тараканов. Вот с Питера, значит? Ну? Не бывал. А я из Мегиона. Из-под Тюмени. Слыхали, может? Паша Васильков. Жора Любимов. Игорь. Паша Васильков. Вася. Паша Васильков. А это что? Спирт. А это хорошо. Это не для этого. За вхозу главное не отдавайте. Вечером ваш пресс отметим. У вас же сухой закон. Размочим. За лошадь поставьте. У местной водку не покупайте. Чистый цветон. Лучо Рамзана в кафешке. По 30 рубликов. Да мы вообще-то уже не пьем. А здесь никто не пьет. Так. Выпивают. А начальство у вас где? Над нами. На втором этаже. Александр Данилович. Александр Данилович. Опера из Питера приехали. Из Питера. Отличный город. Бывал я у вас. А я из Твери. Капитан Плахов. Игорь Сергеевич. Исаев. Александр Данилович. Старший лейтенант Рогов. Василий Иванович. Исаев. Александр Данилович. Майор Любимов. Георгий Максимович. Здравствуйте. Исаев. Александр Данилович. Илья Викторович. Наш зам по личному составу. Прошу любить и жаловать. Ну чё, как доехали? Не обстреливали? Так по мелочи. Почти не заметили. А вот бравировать тут не надо. Осторожность штук не лишняя. Вон Илья Викторович полгода назад один без прикрытия поехал и попался. Месяц у бандитов в яме просидел. Хорошо хоть повезло. Сбежать удалось. А Саше водителя царствие ему небесное. Так что по одному не ходите. И с водкой поаккуратней. Чем заниматься знаете? Ну в общих чертах. Видимо по профилю. Верно. Только с поправкой на местные условия. Данилович. Я с операми в очкаирует смотаюсь. Зачем? Информация поступила. Доллары фальшивые привезли. Изъять надо. Давай. Вот кстати тебе пополнение. Опера из Питера. А это наш начальник розыска Сытин Олег Васильевич. Отлично. Люди нам нужны. О! Сразу с собой их и забирай. В дороге познакомитесь. Правильно. Боевое крещение. Что ты пися? Ох, нифига себе. Э-э-э! Мадам за что? Кочарышка старая. Вот ты тебя что прикладу. Смогай что ли? А? Да, да, да. Сорна ты какая. Да, да, да. Сорна ты какая. А? Да, да, да. У тебя в руке сбежали грешили. О, ё-то. Ух! Ух! Васильич! Целая коробка баксов! Ух! Там ещё две таких. Тихо. Ну, чего, дед? На старости лет сберкассу открыл? Ну как, впечатляет? Ну, первый тост за знакомство. Тебе ж противопоказано. При пищевом отравлении вообще пить нельзя. Это ж чистый спирт. Лучше любого лекарства. Пьянство это сознательное упражнение в безумии. Пифагор. Слышь ты, и кончай развлекаться с гранатой, Пифагор. Антон Павлович Чехов по-другому уговаривал. Ежели человек не пьет и не курит, по неволе задумываешься, а не сволочь ли он. Я что-нибудь не так сказал? Согласимся. И по тому, по второму заходу, за вновь прибывших. Мужики, а автоматы где достать? Можно у вояк. Можно у местных купить. И почем? Три тонны за калаш. Лимонки по 200 рубликов. Гранатомет подороже. Но вам нафиг не нужен. А патроны? А вон, ведро в углу. Там полно всяких. Закусочка слабовата. Сальца бы. Избыток пищи мешает тонкости ума. Синека. Слышь, мне пофиг. Я не синека. Так у нас жратвы полно. Игорь, сходи. Нам в Питере пять сумок сухого пайка выдали. Кстати, мужики, а как здесь вообще организовано питание личного состава? Мелочь пузатая. Или, как я вижу, это важнейшая проблема здесь пущена на самоке? Раз в месяц кинулся патрицатнику. Сдаем Машке Штенке. Вот она нам жратву и готовит. Так, я не понял. Тушенки в основном. Вот эта закуска? Ты в других смотрел? То же самое. Мыло, шампунь, жидкий паёк. Ну, Егоров. Вот сволочь. Его бы это заставить лопать. И посмотреть, как он пузыри будет пускать. Кто этого снарядил? Да есть один чудак из штаба с радикулитами. А что, нормально? В бане пригодится. Будем ландышами пахнуть. И перхоти не будет. Да. На. Так. Мужики, вы насчет автоматов серьезно говорили? Конечно. Но как раз на шампуни сменяете. Местные возьмут, если сторгуетесь. Завтра на рынке и поменяете. Тут рядом. У кого спрашивать? Да у любого. Не ошибешься. Философ, я еще раз повторяю. Подожди в гранату! Ой! Шутя! Ребята, держи меня на автомат, чтобы было выпало! Сейчас стоять, где надо! Вы что, сдуряли? Все, 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 все. Здравия желаю, товарищ майор. Убойный отдел Санкт-Петербург. По коням струится терек. Блещет мутный вал. Злой Чечен болзет на берег. Точет свой кинжал. Но отец твой старый воин Закален в бою. Спи, малютка, будь спокоен. Баю-баюшки, баю. Спи, малютка, будь спокоен. Баю-баюшки, баю. Пулемет. Не боись, стены толстые, не пробьет. Как я в этой грязище спать-то буду? Доброе утро. Доброе. Ну как устроились? Ничего. Правда не Калифорния, но терпимо. А ты что, в Калифорнии был? Я много где был. Не желаешь? Ни один вирус не возьмет. Если бы ты от обстрелов помогала. А с вирусами я как-нибудь сам разберусь. Ледяная! Хоть бы ступеньки какие-нибудь сделали. Ну, и где тут автоматами торгуют? Хоть бы улеску повесили. Движерный роз вооружение. Эй, продай пистолет. Ха, ешкин кот, а я с чем останусь? А ты? Нет, не продаю. Ну тогда купи. Нам автоматы нужны. Какие нужны? Калаши. Три штуки. Это у Хромова Исмаила. Слышь, пацан, ты пошел домой мамке помогать? А я чем занимаюсь? Не должен. Вот это аппарат! Вася, идем, идем. Сура, надо бы еды какую-нибудь купить, что ли? Они отравят? А мы Васе сначала попробовать дадим. Вася, пошли. Еду. Исмаил? Ну? Автоматы нужны. Сколько? Три. Калаш 5,45. Три тысячи каждый. Ну, рассынки мы знаем. По абартеру отдашь? Как это? Взаимообразно. Вась, покажи. Что это? Парфюм. Франция. У нас 20 ящиков. Всего 900 наборов. По деньгам как раз. Нет, даже больше. Еще нам разгрузки нужны. Камуфляж. Лимонки и запасные рожки. В общем, разойдемся краями. Договорились. Приходите через два дня. Все проверю. Автоматы хорошие. Будут проблемы, поменяю бесплатно. Ага. Ты бы еще гарантийный талон дал. А-а-а! А-а-а! Ты ничего не забыл? Что тебе еще? А деньги? Ах ты, шакал! Мы за тебя воюем, а ты еще деньги требуешь! Ты что, Клок, с ума сошел? Отвали. Без тебя разберемся. Слышь, братан, ты, Полян, сяки, милиция. Ты и шак, а не милиция. Одет я, депо! Молитесь, суки, на власть руку подняли! Договорим! Ого, нет! Все. Ну, видишь, тебе братан, Горин. Сейчас, собачок! Отдай свой! Войск, 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 Войск! Есть! Собака! Козел! Лежать! Головы не поднимать! Что случилось? Да вон, уроды, нажрались! Здорово! Привет! Кто такие? Здорово! Ченская милиция из Гудермеса. Документы! Приветствую! Салют! Нету! Мы сюда к другу приехали, в гости! Это их, Пол! И автомат! Так, давайте обоих машину, а в отделе разберемся, что вы за друзья! Мужики, вернётесь, рапорта напишите, сдаются обычные мародёры. Слушай, тебя что, снова лошадь укусила? Да нет, индюк чеченский клюнул. Индюк! Индюк! Я бы хотел покормить с рук семечками, нагнулся, он как, не дай бог, инфекцию занёс. Сволочь! Натуралист! Спасибо! Не за что. Вадя! Жор, пошли! Пошли, пошли! Жора! Жора, как она смотрела? Жора, как она смотрела? А Клейла на нынчуну. Пусть даться дана! Слепчерых, как комяр! Обязан женить! Обязан женить! Я бы научился! Ты что делаешь? Ты что делаешь? Обязан жениться! А мы не были с удара! Небурошка! Небурошка! Открышки! Небурошка! 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 Всё! Жора! Позови меня тихо пою! Ключевой водой напои меня Отзовется ли сердце безбрежное Несказанное, глупое, нежное Снова сумерки входят бессонные Снова застят мне стекла оконные Там кивают серень письма Родина Позови меня, тихая Родина Позови меня на закате дня Позови меня, грусть печаль моя Позови меня